тут есть очень интересные пишет виктор данченко можно вам задать вопрос как правильно молиться уйди опухоль рассосить растворись аж на засохни испарись засох разы на разные варианты но это уже хорошо да я хочу сказать вам что так ну лицу неважно неважно как ты говоришь имеется ввиду испарись засохни а очень важно повелеть очень важно двигаться в этом что с властью аллилуйя бог данном власть до пюли говорит что он дал ее он не забрал ее с собой он оставил это церкви библии что он дал ключи откровение на откровение иисусом петру дал ключи горит эти ключи от петр тоже не забрал собой римская церковь учится не только у петра они у всех а ключи это власть ты открываешь на библии что ты откроешь на земле но будет открыто на небесах да и что откроете на небесах то будет открыто на земле и и это власть также а имя иисуса и ты можешь во имя иисуса поймите что раз в три месяца марафон у нас и это хорошо что вы приходите и и бывает когда нужно помочь и мы вместе молимся и ты кучу свидетельств и твоя вера растет от этого что люди исцеляются но рано или поздно тебе нужно будет самому научиться и вот это правильно ты спрашиваешь как молиться просто молись верой и как просто но по ты можешь повелеть интересно что у нас у нас спине есть такой микрофон который слушает все команды двигаешь то язык язык он управляет всем телом и и каждая клетка тела она слышит поэтому одно из самых важных таких моментов что ты можешь разговаривать своим делом да вообще что мы должны научиться библия говорит говоришь ты что говори как слова бы да да но имея тот же самый дух веры я веровал а потому и говорю да и мы веруем а потому и говорим что мы веруем что мы говорим мы верим в иисуса и мы говорим его словом да 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 его слово должно у нас вытеснить всякие плотские разговоры неверие всякое неверие потому что языком своим мы пишем историю то что мы говорим сегодня мы будем иметь завтра никогда например как это мы молились за женщину немножко раньше она там сидела дома никуда не не ходил из ты будешь сидеть должна куда-то выйти нужно говорить 2 ты не должна концентрироваться на свои правда ты называешь ее 35 и кучу людей услышали что это так 35 лет ты мучилась страдала и ты хочешь сожаления но на самом деле то что иисус искал он искал веру да поймите он и сегодня библия говорит когда он ходит по земле или когда если он вернется за своей церковью что он найдет найдет ли он веру амин он ищет веру без веры угодить богу невозможно ученики спросили умножь нас веру что он сказал если ты скажешь горе сей то есть придет время когда ты не просто не будешь просить и не будешь просить помилуй меня боже помилуй пожалуйста ты не будешь так молиться ты будешь говорить да ты будешь говорить почему например 4 глава римлян говорит и так поверить чтобы было по милости мы должны понять что бог уже давно помиловал да он отдал иисусу помилуй он исцелил да исцелил и помиловал притом знаем что любящим бога мы знаем что бог любит нас до призванным по его изволению все содействует к благу ибо кого он предузнал теки предопределил быть подобным образу сына его дабы он был первородным между многими братьями а кого предопределил тихи призвал а кого призвал тихи оправдал а кого продал теки прослав знаешь про кого ты написано про нас про меня это про тебя это сто процентов про тебя это твое слово что же сказать на это если бог за нас то кто против нас тот который сына своего не посиделила предал за всех нас как с ним и не дарует нам всего и он уже подарил исцеление аминь да пойми когда ты начинаешь противоставать это одно из таких первых шагов и вообще вот вот все все эти люди когда ты исцелишься может быть через месяц придет атака что ты должен сказать должен сказать дьявол убирайся вон да да ты скажешь болезнь я тебя игнорирую да я не принимаю тебя да есть что-то очень важно слово божье должно вытеснить тебя и ты должен говорить а слово божье оно говорит что воля божья вера начинается там где мы знаем волю божью да точно а воля божья это что аминь исцеление наш да он уже это сделал оно записано уже оно записано на ладони запечатано оно запечатано это не может быть изменено это не переменится бог не может дать болезни потому что он уже исцелил зачем его сын страдал тогда он не играет что он пойдет дьявол скажет дай одну болезнь вот тут чтобы парня немножко вразумить его это так не работает а а а а а а а наши наши э Detroit events а или ну да если сколько миль см Хороший человек это не профессия, нужно быть человеком веры, потому что если ты будешь человеком веры, то ты получишь все, я просто чувствую, тут даже парни стоят у нас, я вижу веру в их глазах, что я хочу говорить, я хочу говорить, что твоя вера она растет, я одну историю знаю, это род Парсли, я сам лично слышал, он был на одной конференции, он рассказывал, он говорит, он проповедовал, он говорил слово веры, и потом пришел молиться, и там были на колясках, люди на колясках, и некоторых помолился, некоторые встали, а некоторые остались, и он пришел, заодно молился, и он спросил у этой женщины, говорит, ты веришь? он говорит, нет, и он просто оставил, и пошел дальше молиться, и собрание закончилось, собрание было там 2-3 часа, и ее увезли, и потом он уже закончил собрание, и он пошел там в кабинет, и когда он вышел из кабинета, на парковке, эту женщину привезли, она говорит, проповедник, так тихо, я верю. И знаешь что? Он положил руки, и говорит, как только я положил руки, я слышал, как электричество, как сила Божья, та же самая сила, которая сотворила этот мир, это атомная сила, Божья, Духа Святого. Аллилуйя. Она просто вошла в каждую клетку, она вскочила и начала бегать, и говорит, там на парковке, я так жалел, почему это тут случилось. Да. Но она слушала-слушала, она проанализовала, а может быть не хотела возвращаться, и когда она сказала, я верю, чудо произошло. Аллилуйя. Аллилуйя. С одной стороны это так просто, с другой стороны кто-то говорит, так сложно, но знаешь, сложно, когда мы мозгами своими вычисляем, сложно, когда мы делаем такие сложные шаги, сложно, когда мы что-то сами придумываем. А вообще Бог, Он очень простой. Аминь. Он говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, если сколько-нибудь, если чуть-чуть, я уже верю, если ты пишешь сюда, нам, мне нравится, что ты пишешь, будет следующий Бог, если мне тут позволит, я тебе еще про деньги расскажу, и про финансы, потому что Бог очень хороший. Аминь, да. Потому что Бог, Он любит тебя, Он умер, пойми, Он умер, и мы у Него не зарабатываем, мы получаем. Аминь, да. Аллилуйя. Смотри, и так поверяй, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, то есть не только потомкам Авраама, которые есть отец всех нам, но для всех. Аллилуйя. Как написано, апоставьте отцу многим народам перед Богу, которому Он поверил, животворящих мертвых и называющих несуществующих, как существующие. Аллилуйя. То есть мы должны научиться называть несуществующие, как существующие. То есть другими словами, что такое вера? Вера, ты увидишь. Что такое увидеть? Увидеть себя исцеленым. Вера, это значит думать, что ты исцелен. Да, да. Аллилуйя. Через Иисуса. Аминь. Да. Это не так, что, а, когда я увижу, что я исцелен, я получу. Это нужно немножко раньше. Аллилуйя. Он видит невидимое, да? Да. Он видит невидимое. Да, 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 да. Поэтому. Аллилуйя. Его милость сегодня здесь. Аллилуйя. Он уже это сделал. Его сила сегодня здесь. Пойми. Аллилуйя. Дух Святой, Он здесь сегодня. Я всегда говорю, я не говорю, мы не живем чувствами, но я в другой раз, я начинаю чувствовать, как эти энзимы Духа Святого, они двигаются. Понимаешь? Потом другие смотрят, и через какое-то время другие начинают чувствовать. Это немножко раньше приходит. Я чувствую, сегодня здесь, в этой студии, та сила, которая сотворила весь мир. Аллилуйя. Аллилуйя. Та сила, которая воскресила Иисуса из мертвых. Аллилуйя. Живите ваши смертные дела. Аллилуйя. Мы верим. Аминь, да. Мы сегодня верим здесь. Да, да, да. Аминь. И если два человека согласятся, одолят, мы верим. Да. Верим. Мы соглашаемся. Аминь. Мы соглашаемся. Прямо сейчас. И пойми, тут есть сила Божья. Аллилуйя. Есть Иисус. Есть вера. Да. Аминь. Знаешь, что нужен? Нужен ты. Отклик. Аминь. Отклик. Отклик. Ты знаешь, там скажи, я верю. Аминь. Не важно, сколько у тебя проблем. Сколько у тебя болезней. А там тут пишут. Я видел, как дети пишут. А так сильно говорят, что папа может пить и курить. Аллилуйя. Я соглашаюсь с тобой, что твой папа, он может бросить пить и курить. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог хороший. Пойми, когда-то, когда-то, когда я был в тюрьме, моя мама пришла. И пойми, у меня были планы вообще. Я должен, я с Львова сам должен был поехать после, когда я освобожусь, на опийное поле работать сторожем. В Ушгород. И знаешь, мама пришла и говорила, ты будешь служить Господу. Ты будешь служить Господу. Я говорю, мама, мой поезд уехал. Я думаю, она не знает, где я, в какой компании, что это невозможно выйти или вылезти. Но она говорила, ты будешь. Она приносила платки, за которые мы лились. И говорила, ты будешь служить Господу. Аллилуйя. И знаешь, это слово достало меня. Да. И один раз, просто, ангелы Божьи, она говорит, сила Божья пришла, я был спасен. Аллилуйя. За три дня, как выйти на свободу. Потому что я видел ад, я видел бесов. И почти был мертвый, но Бог вытащил. Через то, через его молитву. Вот там мальчики, если пишут, молись, мальчики говорят, помолитесь со мной, я готов молиться за твою папу с тобой. Но знаешь что, ты говори ему, папа. Я верю, мы молились, и Бог сказал, что ты будешь служить Иисусу. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Я знаю, что твоя вера, моя и твоя, она соединится, она сделает результат. Аминь. Аллилуйя. Потому что Бог реально делает чудеса. Он сегодня жив. Аллилуйя. Он воскрес и с мертвым. Я могу чувствовать его присутствие здесь. Аминь. Отец во имя Иисуса. Мы просто соглашаемся. Я соглашаюсь с этими мальчиками, я соглашаюсь, там девочки писали, что их родители, и также с родителями соглашаюсь, что их дети, сыновья придут. Да, во имя Иисуса. И мы просто проглашаем, что я соглашаюсь вместе с вами. Мы молимся и говорим, во имя Иисуса, вы будете служить Господу. Аминь. Вы вернёте по тюрикзицию Царства Божьего. Почему? Потому что мы говорим слова веры. Мы говорим на них, это придёт. Пожалуйста, Дух Святой, возьми, дотронься до них, проговори в их сердце, сделай работу, которую ты можешь сделать. Во имя Иисуса. Примени, я покажусь за ангелы Божьи, которые идут, которые делают эту работу, которые ополчаются вокруг боящих. Ангелы, которые сотрудники Божьи, сотрудничайте, пожалуйста, чтобы привести к детям, нигде хранителей, чтобы они не бросили пить и курить. Халлелуйя. Чтобы они пришли в Царство Божье. Аминь. Вы имя Иисуса. Мы соглашаемся. Соглашаемся, Отец. Своим Иисусом. Слава тебе. Также, также, также мы согласаемся за все, 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 все болезни, какие есть. Пожалуйста, молись вместе со мной, может, в 2-й раз. Просто, если у тебя рак, скажи, рак засохнет. Уйди во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Имя Рак, имя Иисуса больше. Аминь. Мы провозглашаем торжество имени Иисуса. Аминь. Мы провозглашаем победу имени Иисуса. Мы провозглашаем огонь Божий, пусть сожгёт, пусть это засохнет, уберётся во имя Иисуса. О, всякие демоны, которые мучат людей. Во имя Иисуса я приказываю, беру вас им и приказываю тебе. Убирайся в волк, оставь этих людей. Прямо сейчас. Халлеллия. Это сила Духа Святого. Она течёт. Прямо сейчас. Я молюсь за восстановление. Там есть люди, которые отступили, отступники, ты потерял всё. Но прямо сейчас. Через телевидение. Сила Божия, она течёт. Халлеллия. Будь благословлен. Ва имя Иисуса. Будь восстановлен. Ва имя Иисуса. Иисус прощает тебя. Он любит. Он милует и восстанавливает. Халлеллия. Он никогда тебя не оставлял. Но сейчас это приходит. Халлеллия. Это очень сильно приходит. Ва имя Иисуса. Халлеллия. Халлеллия. Аминь. Слава тебе, Господь. Вы даже не можете, не представляете, что здесь происходит. Здесь такое сильное Божье присутствие. Я верю в то, что нет ограничений для Духа Святого. И он действует в каждом теле сейчас. В каждой жизни он действует. Халлеллия. Халлеллия. Я верю, что мы через эту молитву мы получим очень много свидетельств. Если вы сидите, если вы слушаете, знаете, однажды у Павла Кент Хейгена была больная сестра. И он каждый раз, когда я была, каждый раз приезжал к ней и молился за нее. И в очередной раз, когда ему позвонили, сказали, приедь срочно ей плохо, и он уже собрал вещи, чтобы ехать. И Дух Святой сказал, не езжай, я не исцелю ее. Почему? Почему так? И Бог сказал, если бы она хотя бы немножко, хотя бы 15 минут в день слушала твои передачи, у нее была бы вера на то, чтобы получить это исцеление. Друзья мои, вы уже сидите сейчас. Вы уделили время, может быть, кто-то сидит весь этот период. Слава Богу, Руслан. Аккуратно. Поэтому, дорогие мои, принимайте, принимайте сейчас, откройте свое сердце, отключите свои мозги, пусть Бог, Он действует. Тем более, вы слышите такие мощные свидетельства, когда Пенза говорила, эта девушка, о том, что она была исцелена от рака по молитве родителей. И сейчас мы слышим пастора Руслана, который говорит, что мама, она верила в то, что он будет служить Господу. Послушайте, нет ничего сильнее, чем молитвы родителей. Ничего нет родителей, которые верят Богу. Аминь. Аминь. И вот здесь мы читаем свидетельства. Ольга, Россия, хочу рассказать свидетельство. Я вас просила помолиться о моем кишечнике, там были боли. После вашей молитвы в этот же день кишечник перестал болеть. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Богу. Мария, Россия, Питер. Свидетельство во время рождественского марафона, во время молитвы онлайн. Сердце Марии было исцелено полностью, слава Богу. Молитвенная просьба за устройство с обучением Дианы, внучки. Аллилуйя. И далее, Мария, Россия, Балашов. У меня был перелом плеча, недавно сняли гипс. Когда пастор в Израиле молился за исцеление, я положила руку, как сказал пастор. И после молитвы боль ушла. Я могу двигать рукой, так как раньше не могла. Слава Господу, большое спасибо за молитву. Аллилуйя. Аллилуйя. Галина, Беларусь. На прошлом марафоне исцеления просила молиться за благополучные роды моей дочери Тани. Сейчас свидетельствую, что дочка родила роды, прошли хорошо, теперь у меня есть замечательная внучка. А в конце года семья дочери приобрела отдельное жилье. Все, слава Богу, спасибо всем, кто молился. Итак, друзья, мы видим такие потрясающие свидетельства. Мы видим, что то, что мы здесь, марафон исцеления, марафон прорыва, все работает. Аллилуйя. Дух Святой двигается в судьбах ваших. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok